так чача пошла чача пошла поворотами ну нужно сказать что мэр оптимус вообще мне очень нравится эта коляской хорош оп 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 учился ночь по всем можем на все бабки по всем ужин да то есть вчера выложил видео как я там кувыркаюсь по этому бездорожью вот и один из значит участников группы написал что ну здесь и мэра проедет вот и наши ответили что вряд ли проедет а я вот сижу и думаю блин а проедет реально или не проедет ну надо взять и проверить хочу гадать поэтому взяли мэру сейчас постараемся снять все препятствия с прохождением ультра 4 вд ну вдоль колеи мы проехали теперь цель проехать эту колью вот с этой кашей поперек я конечно наступать не буду на все это дело ну тут невооруженным взглядом видно что это каша это грязь рамка что ли еще мощная я прям не торопясь сейчас попробую чтобы брюки как вчера не зафоршмачить как говорится вот ага есть ну так на ультра 4 вд просто поперек я был в шоке как она проехала что я тут залез снимай снимая тот тот контент делаю давай 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 все газу до отказу газу до отказу все давай камеру в руки мне садись на свою красотка я поснимаю я вот теперь думаю проехать ходом попытаться или все таки не так что-то рано-рано ты давай давай ой 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 давай ты сможешь блин это было интересно давай ходом интересно интересно учета из честно ну видно что мэра пробуксовывает больше на какой-то блин неоднозначный результат такое ощущение что нам нужно больше 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 грязи давай еще раз попробуем сейчас я давай вот вот это вот прямо прямо лужа вот это вот чача вот да по ней и с поворотами с поворотами и вот прям короче гряда по диагонали сейчас попробую выехать заход возьму отсюда вот лучше слезть на самом деле прям прям снизу с ними чтобы вот эту всю красоту было очень хорошо видно а красота здесь неописуемая неописуемая да у нас теперь в цех не пустят вот она сибирская природа красотища новосибирс доступные так чача пошла чача пошла поворотами ну нифига себе так преодолели преодолели я аж ноги если честно замочил офигеть вот это болотина вот это болотина скажу честно было страшно но не сильно чем будем прям по серединке в колею прям по серединке в колею давай она же как раз сейчас пошире ё-моё ё-моё блин я не ожидал что настолько глубокая просто танк т-34 пойди переименуем ультра 34 будет ну танк танк сейчас попробуем повторить то же самое по тем же самым следам ну хотя рядом там капец как глубоко но на мэри вот она это оптимус 2 мы ее сейчас покажем вот так в итоге кидает она будь здоров этот грязь я тут тоже уже здесь как иван говорит зафорчмачился так держи пробуем вот так вот прям прям вот так прямо шел и шел и и пришел зашвыривать так что-то рано 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 она чё-то родная давай у меня же ауди вы же одноплеменник ну давай сильно такая глинистая сейчас походу оператора закидает выключилась ну нет она не выключилась она попробуй перезагрузи может ошибка я доставать не буду ну все я там точно встал ну ладно назад то выйдешь ладно в цех тебя домой не пустят у вас проблемы пацаны приехали новосибирцы думаю тут море по колено а ну да получается одно колесо потеряла зацеп и все приехали сейчас поверну вот-вот поворачивай поворачивай е на сухое выскочил хорош ну давай раз назвался груздем у меня так же было но недолго правда давай 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 нет факт короче 4 воды это 4 я как будто педали кручу давай 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 оживай оптимус мы в тебя верим ого как это произошло и она висит сейчас получается по диагонали диагональный вывези ну как давай 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 нам нужна скорость не ну вот сейчас вот ты на сухом стоишь мне кажется тебя до взять разгон и попробовать выскочить офигеть это красиво вот это кадры это кадры мы вдвоем все одно колесо как только оттеряет зацеп все уже в горку залезть не может тут причем уже сухо только не кувыркнись да мне че уже терять блин казалось бы казалось бы здесь уже вообще ничего такого то здесь никакой топе лужи просто просто тупо горка закидывает хорош если даже засечь по времени то что мы проходили одну и ту же дистанцию по вот этой вот грязи ну ну и время затратил я намного больше на прохождение дистанции за счет того что все-таки монопривод это монопривод 4вд это 4вд и поворотные четыре колеса они прям решают мы с юрием катались по песку как раз на 4вд с танковым разворотом и на 4вд с поворотом на все четыре колеса но это небо и земля коляска не буксует коляска не зарывается она поворачивает она рулится и она не застревает главное она едет едет ребята только не повторяйте это я живу тут мастер участка вот этого сборочного который потом эти коляски будет делать ремонтировать я сниму честное слово видео как это потом происходит на примере вот этой наверное коляски что приводит к чему приводят такие покатушки и сколько стоит сил потратить чтобы привести коляску в должный вид все сальше ну и закрепим сейчас намного бегом еще раз повторить вот прям один в один по следам мэйры проеду так вот так ты по диагонали дошел да я с доходом как то и улыбка есть ну давай ботиночки опять замочим раз тут прошел тут прошел это вот как раз вот эта каша где я долго-долго выезжал слушай ну сейчас я не знаю то ли у меня профессионализма уже добавилось так а потом вот так да вот мы вот и от съезда вот как раз разбуровили а ботиночки ботиночки моей ботиночки так а потом мы сюда вот выворачиваем и вот сюда вот мы выезжаем все и зима не а вот этот вот подъем вот где я как раз буксовал да вот этот вот подъем получается вот здесь вот и заскакивать пытался долго-долго раскачивался здесь у меня сомнения вообще никаких нет то здесь она вот так хоть прямо ходит арка диагонали хоть и вышла в левый раз мэри и заезд на бордюр так вот такой но он капец высокий на самом деле этот бордюр без проблем сейчас посмотрим как ты будешь заезжать без проблем высокий высокий бордюр я тебе говорю высокий сейчас попробуем на мэри давай так попробуем без разгона ну все сейчас точно сергей николаевич по шапке даст вот кто мне бордюры красил оба есть заскок ой блин за траву точно даст вот разгона побольше дать надо зацепа зацепа получается нет яму там уже раскопал на траве ну да база длинная раз есть в любом случае плавный сейчас я попробую еще раз вам показать как это делается на вот 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 и съест оп оп готова сергей николаевич при мне сильно доволен тут как будто это так но потом возьмем возьмем линейку замерим ну на по ощущениям здесь на около 14 наверно сантиметров где-то так посмотрим сейчас едем дальше не да давай на лепеха залазь кстати сейчас за закидал закидал или опасно так вот она лепеха у нас что даже близко нет чем упираешься малейшее препятствие под колесом она теряет зацеп на этом все то есть это уже даже я не да ну да 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 даже даже не начинает получается надо пытается заехать пробуем чуть-чуть вот накатать и с разгончиком давай родной да оп 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 то есть объехал в итоге объехал нарыл что-то там нарыл счет и там нарыл ну ладно расскажешь когда помогать отключилась она уже все гневные письма это в минхен пишет короче без да капец так мы хотели вообще вон туда он съездить по тем буграм покататься это лужа да не знаю смотри можешь как-то по-другому выскочить опять что-то сработало типа безопасность или что-то нет а здесь что-то вообще мне кажется без вариантов а хотя не а вот бугры пошли они короче главное не тормозить не на этот очень не полезен конечно сильно высокий пошла пошла Три, два, один. Мы еще будем царь горы. Отталкивайся. Твоя очередь. Ну давай, вон она вон там стоит, почти. Ну да, здесь стало сейчас сухо. Додумится, нет? Циркулярка. Пальцы не сует. А, завонял алисины. Так, следующий. Я опять как будто бегал в марафон. Так, вернемся мы в исходную точку. Главное не тормозить. Опять. Так, ну давай со стоп-кадра и полетели. Повторяем маршрут. Ультра-4 ВД, извиняюсь, ультра-34. Так, где-то здесь, да, по-моему, как-то ты заезжал, наверное? Да, да, вот здесь. А, ну вот, во, все, вижу следы. Вот здесь немножко по каше прошел. Вот прям следы. Тут мы, получается, заезжаем. Потом, как вот на этом? Объезжаем вот здесь. А, объезжаем вот здесь, да. Вот, вижу, вижу следы. Так, и вот на эту прекрасную кучу мы должны заехать. Хорошая куча, крутая такая. Так. Ого. Так. Сейчас тоже немножечко, чуть-чуть разгона возьмем. Ну, это как-то несерьезно вообще. Несерьезно вообще. Оп. Оп. Слушай, было опасно. Я думал, ну, вывалюсь. Ну, нет, нет, нормально. Мы же увеличили длину базы здесь относительно 4WD, что обычная, относительно GTS 4WD. И вот за счет вот этого удлинения базы мы, во-первых, улучшили возможность от всяких таких заскоков и спусков. То есть коляску не сильно наклоняет, когда мы на какие-то там крутые бордюры, горки заскакиваем. Это, во-первых. Во-вторых, комфорт увеличился. То есть когда мы там по буграм едем, соответственно, в ямку какую-то заскакиваем, за счет того, что база более длинная, она как корабль получается по этим ямкам идет. То есть 4WD-шка обычная, да, то есть безгусеничная. Ну и GTS 4WD на самом деле тоже. У них база покороче, она должна быть короче, иначе она не сможет танково разворачиваться. И она на таких кочках, она больше козлит. То есть мы когда в нее заскакиваем, то есть она больше там ныряет вверх, там подскакивает вниз и так далее. А это уже больше себя ведет как корабль. Вообще, ну мы, конечно, сейчас сравнили с Mayra Optimus 2. Ну показали хорошую проходимость. Но нужно сказать, что Mayra Optimus 2 вообще мне очень нравится эта коляска. Именно по своему комфорту, ну и по надежности. То есть и задача как раз при создании вот этой машины была именно такая. То есть взять лучшее то, что уже мы производим, то есть лучшее из 4WD Коттервилл взять. И взять тот самый опыт, наработанный немцами, вот по вот этой длине базы, по комфорту, ну то есть вот по кораблеуправляемости, скажем так. И я думаю, что нам это удалось. Мне, по крайней мере, эта машина вообще очень нравится. То есть, честно скажу, пока что это моя любимая коляска Коттервилл. Вот так вот я вам даже скажу. Ну и в грязь сразу. И сразу в грязь, да. Подытожим. Пофотаемся, давай, пофотаемся. Вот как вот ее отсюда теперь выковыривать? А раньше и брызгается. Ну давай. Приходите завтра. Так, ладно. Сейчас пошел я доставать свою. Так, 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 так. Как достать коляску 2? Оп, оп, опа. Алло, оп. Могу. Умею, практикую. Вот так вот. Ну, процесс помывки. Процесс помывки. Значит, самое главное, сверху вот так вот водой ничего не поливаем. Соответственно, берем тряпочку и сначала самое, то, что убирается сухой тряпочкой, выбираем сухой тряпочкой. С одной стороны, то же самое с другой стороны. И теперь колеса отдельно берем и поливаем. Можно, конечно, надо было по-хорошему, по-сухому, конечно, прогнать ее, там где-нибудь там по песочку или где, чтобы основная грязь поотваливалась. Ну, так как она у нас не отвалилась, поливаем таким вот образом чуть вперед проехать или назад. Берем тряпочку и вот так все это добро смываем. Все поджененным, чутким контролем. Да, нормально? Все делаем? Все правильно? Отдай. Отдай. Хочешь сделать хорошо, да, сделай это сам. Так, вот отсюда тут у нас нагребло немножко. Берем тряпку и всю эту красоту выковыриваем. Всю эту красоту выковыриваем. Здесь можно немножко полить. То есть сам блок электроника у нас выше, вот здесь находится. Главное, чтобы блок электроники на него вся эта история не заливала. Так, погоди, меня не задавит. Женя. С подножек, соответственно, точно так же поливаем, протираем. Вторым темпом чистую тряпочку взять. Сейчас наша задача основные кокульки прибрать. Здесь тряпочкой раз, раз. Стой. Вот сюда вот с лицевой части все это убираем. Переходим к следующему колесу. То есть сейчас сначала самое грязное уберем, потом более чистой тряпочкой. Можно будет уже начисто все это дело протереть. Чуть-чуть вперед проедь. Чуть-чуть вперед. Вперед нажми. Нажми вперед. Вот, правильно. Включить сначала надо, а потом вперед нажми. Ага, еще немножко. Вот так. Все, молодец. Выключай. Все. Техника безопасности прежде всего. Вот, в общем, потихоньку таким вот нехитрым образом поливаем и протираем. То есть самое главное, вся основная грязь она у нас получается здесь на крыльях, на колесах. Вот, ну, передок и задок. Соответственно, все эти вещи протираем тряпкой, колеса проливаем водой. Ну, в общем-то и все. Не, ну ладно. А мы тут еще за счет того, Иванка, когда начинаешь выезжать с узкого места, за счет поворота задних колес, управляем задних колес, вот сейчас я на широком месте не попал. Ну, да, получается за счет того, что здесь и передние, и задние поворачиваются, оно, ну, во-первых, более понятно, куда она едет, вот. И ты не переживаешь за то, что ты задним, вообще прицепом вот этим вообще что-то зацепишь. Если бы можно повернуть было уже, то мне это будут попоследствовать. Ну, сейчас наглядно прям видно, как ультра заходит в повороты, как мэйра по радиусу. Так, вот мы отсюда, получается, раз, пошли. Оп, даже слишком круто получилось. Даже чуть попозже надо входить. Продолжение следует... Продолжение следует...